Привет! Это Пушка, рубрика про новые научные загадки, открытие изобретений и идей, которые вдохновляют жить и исследовать, а не разрушать и убивать. Как всегда, в ролике несколько тем. Между ними можно переключаться по ТАИМ-кодам. И сегодня у нас. Астрофизики выследили и открыли черную дыру призрак. Она невидима и непредсказуема. Каковы шансы, что такая однажды окажется рядом с Землей? Ударил по глазам. Шальной метеороид повредил зеркало самого дорогого научного инструмента в истории. Сможет ли телескоп имени Джеймса Уэбба выполнять свою миссию? Геофизики использовали серию атомных взрывов, чтобы опровергнуть главную теорию о вращении ядра Земли. И магнитные аномалии нашей планеты стало известно, что будет с пробоиной над Южной Атлантикой и надо ли готовиться к смене полюсов. Последний раз это была катастрофа для жизни на Земле. А эта иллюзия взломала мозг испытуемых, а исследователи воспользовались этим, чтобы выяснить, как восприятие реальности может сказываться физиологически на нашем теле. И загадки. Сегодня их много, они несложные, но увлекательные. Начинаем. Среди всех возможных концов света этот было сложно себе представить, как хоть немного вероятный до серии новых исследований трех независимых команд астрофизиков. Они, похоже, нашли свободно странствующую черную дыру призрак. Что может удивить, ведь на то она и черная, что свет, попадая в нее, уже не способен вырваться наружу, слишком сильна гравитация. Поэтому, когда нам показывают снимки черных дыр, правильно говорить, что это снимки теней черных дыр, как этот снимок центра нашей галактики пока первый и единственный. Видим мы эту тень только благодаря окружению, веществу, которое образует аккреционный диск. Это могут быть ошметки соседней звезды или газового облака, и это светящееся вещество закручивается вокруг черной дыры, пока не проваливается за горизонт событий, откуда уже не вернутся. Так вот, обнаруженный призрак живет в темноте, без какой-либо светомузыки, поэтому пытаться его увидеть, это все равно, что искать черную кошку в черном далеком космосе. А если он вдруг подкрадется к Земле, то будет большой сюрприз и в самый последний момент. И выглядеть будет наш конец света примерно как на этой симуляции. Но нашли же ее авторы нового исследования. Как? И можем ли мы на самом деле столкнуться со свободно странствующей черной дырой на бесконечных просторах космоса? Астрофизики еще в конце нулевых задались неочевидным вопросом. А куда это подевались черные дыры в нашей галактике, Млечном Пути? Ведь все, что мы знаем о звездах и их эволюции, говорит о том, что у нас тут должно быть от 10 миллионов до 1 миллиарда черных дыр, наследников рожденных из коллапсов особо массивных звезд. Но мы едва-едва находим, и пока их настолько меньше, чем должно быть, что либо мы что-то фундаментальное не так понимаем про устройства Вселенной, либо мы просто не можем толком их засечь. Не спасли гравитационные волны. Они как эхо прокатываются по самому пространству времени, когда сливаются очень массивные космические объекты. Это позволяет не увидеть, но обнаружить черную дыру, если она, например, поглотила звезду или слилась с себе подобной дырой. Но и это случается крайне редко. Так и нескольких миллионов штук не набирается. Так что без ответа оставался вопрос. Где все? И тут в начале года астрофизики открывают первую черную дыру, которая движется сквозь межзвездное пространство. Она не приписана какой-то системе и просто свободно летает. А выследили ее как следопыты, которые замечают приметы зверя и идут за ним, пока он не выдаст себя. Началось с того, что подмигнула звезда. Она ни с того ни с сего вдруг чуть ярче полыхнула. И дальше ничего. Ученые 6 лет отслеживали ее состояние и были вознаграждены за терпение и внимательность. Звезда неожиданно стала перемещаться. Так быть не должно. Очевидно, что двигалась не она, а ее изображение. То есть что-то искривляло свет, идущий от нее. Это нечто и двигалось. Такое явление называется гравитационным линзированием. И в этом случае линзой была дрейфующая черная дыра. Но когда говорят об этом явлении, то обычно понимают под ним сильный вариант. Когда у тебя свет так искривляется, что получается несколько изображений его источника. Но если объект недалеко или не очень массивный, например планета, то и увидите вы всего лишь, как источник света меняет свою яркость. Это уже называется гравитационное микролинзирование. Именно оно помогло обнаружить кочующую черную дыру призрак. То есть теперь в арсенале охотников на них новый инструмент. Интересно, что автор открытия до конца не уверен. Это все-таки черная дыра или нейтронная звезда. Такая очень плотная и компактная. Только внутреннее давление ей не позволяет сколлапсировать в черную дыру. Но две другие команды изучили тот же набор данных. И они не сомневаются. Да, это странствующий черный призрак. Так что, есть ли шансы, что один такой залетит шальным делом к нам, как астероид или комета? Вероятность, как любят говорить исследователи, не нулевая. Но оценить ее точнее мы не можем, хотя бы потому, что не понимаем до конца, сколько таких черных дыр на самом деле в нашей галактике. И какие у них бывают орбиты, если бывают. Открытый же призрак находится от нас в шести с лишним тысячах световых лет. А движется не быстрее обычной кометы. 45 километров в секунду. Так что он уж точно нам не угрожает. Когда мы своими руками, вольно или невольно, делаем жизнь на нашей планете менее выносимой, мы забываем, что больше-то нам пока жить негде, кроме Земли. А космос опасен и суров, о чем он снова напомнил. Космический телескоп имени Джеймса Уэбба пережил бомбардировку метеороидом. Так ученые определяют тела крупнее пыли, но меньше астероидов. Именно они, как правило, становятся тем, что называют в народе падающими звездами. Горя в атмосфере, они становятся метеорами. А если что-то долетает до Земли, то это уже метеориты. В общем, прилетевший неизвестно откуда метеороид поразил одно из 18 зеркал. Вот этот сектор Си-3. И значительно, как говорят в НАСА, повредил его. Телескоп останется в строю, но последствия будут теперь сказываться до конца жизни обсерватории. Ее готовили к подобным ударам. Для этого, например, сделали защитное покрытие из золота, но его оказалось недостаточно. Да и ожидалось, что основной угрозой будут метеорные потоки. Для прохода через них есть даже специальная процедура из серии маневров на уклонение, чтобы телескоп не покромсал слишком сильно. Но уже было 4 попадания, пока Уэб подлетал к точке назначения. Но пока обходилось. А тут прилетел отдельный шальной осколок. Хоть и крошечный, размером с песчинку, но он уже больше, чем может выдержать стандартной защиты. Полученный дефект неисправит. Телескоп недосягаем для ремонта, но можно повреждения учитывать в данных, как битый пиксель на экране. И если делать на него поправку, то дальше можно получать весьма достоверное изображение. Сейчас инженеры перенастраивают зеркало и уточняют параметры дефекта, чтобы мы, например, не принимали порожденные им артефакты за некие загадочные объекты в космосе или еще какие чудеса чудесные. Благо, Уэбб не просто способен увидеть и показать нам самые глубокие, недостижимые прежде уголки Вселенной, но еще и устроен так, что его взгляд в космос очень надежен. Вот как Уэбб фотографировал первую в своей жизни звезду. От 18 зеркал, словно это 18 отдельных телескопов, ученые и инженеры получили 18 снимков неба. А потом их сверили между собой, и так собралась мозаика. Положение зеркал так точно настроили, что теперь они друг друга дополняют и работают как одно целое. Но собирает информацию, каждый по отдельности. Даже потеря одного зеркала ухудшит качество, но не должна вывести Уэбб из строя. Правда, проблем с обработкой данных ученым, конечно, прибавится. Вручать будут алгоритмы. Вручную эти массивы невозможно перебрать и сделать из них что-то удобоваримое. Этим же занимаются специалисты по Data Science. Земные кудесники, способные из миллиардов записей трекеров событий или чего-то подобного извлечь закономерности. Увидеть завалом информации то, что имеет реальное значение. И не только для науки, но и для бизнеса. Кроме того, Data Scientist разрабатывают нейросети и искусственный интеллект, которые сегодня применяют в разных областях. От рекомендательных систем и голосовых помощников до беспилотных роботов и автомобилей. Поэтому на рынке на таких профи большой спрос, как в России, так и во всем мире. А средние зарплаты опытных специалистов 200-250 тысяч рублей и выше. Освоить эту профессию можно на курсе Data Scientist от Skill Factory. Программа курса позволяет начать изучение с нуля и подойдет даже тем, кто не имеет опыта в IT. 80% обучения — это практика с экспертами Яндекса, NVIDIA, МТС и многими другими. Так вы не только получите новые знания, но и научитесь применять их в деле. Нужные темпы и удобное время занятий вы выбираете сами. Многие работают или учатся, и приходится совмещать. Или наоборот, не хотите затягивать, пожалуйста, повышайте интенсивность, все гибко и индивидуально. Также у вас будет ментор. Он отвечает на вопросы, дает обратную связь и поддерживает мотивацию дойти до конца. Что особенно важно для первых шагов на новом для себя рынке, у Skill Factory есть карьерный центр. Там помогает определить карьерный трек, подготовиться к собеседованиям и найти работу. В общем, непростую и хорошо оплачиваемую профессию Data Scientist лучше осваивать с теми, кто знает, как она устроена. И отзывы на различных независимых сайтах это подтверждают. Так что посмотрите курс, ссылку я оставил под роликом, оцените сами и делайте свой выбор. Не забудьте про скидку 45%, если укажете промокод SCI-1. И пусть шальные метеороиды не собьют вас с пути к своей мечте. В 2016 году Япония запустила научный спутник, чтобы исследовать черные дыры и эволюцию целых кластеров галактик. Но аппарат вскоре начал действовать самовольно. Его трекер звезд, датчик, который позволяет аппарату ориентироваться по звездам, словно сходит с ума. Спутник будто бы пытается найти правильное положение, а для этого сам себя раскручивает до такой степени, что начинает буквально разлетаться на части, пока не погибает. Инженеры и ученые провели большое расследование. Все указывало на то, что спутник стал жертвой южно-атлантической магнитной аномалии. Это такая брешь в магнитном поле Земли, и через нее прорываются потоки космического излучения, например, солнечного ветра, то есть ионизированных частиц, летящих от Солнца, что приходится учитывать даже космонавтам, чтобы не выходить в открытый космос, когда МКС проходит через этот слабо защищенный участок нашей планеты. А недавно он еще и разделился надвое и немного даже расширился. Вот почему с некоторой тревогой исследователи фиксируют, что последние лет 200 магнитное поле Земли в целом слабеет. Ни природа той аномалии, ни причина общего спада пока не ясны, и, что хуже, непонятно связаны ли они. А тут еще грядет смена полюсов. Об этом говорят часто в последние годы, правда, в основном поклонники псевдонаучных идей, но оно в самом деле случается регулярно. Последний раз примерно 42 тысячи лет назад, и последствия были суровы даже по тем временам. Судя по тому, что мы находим в породах и ископаемых, наши предки должны были наблюдать полярное сияние даже днем по всей Земле. На атмосферу через просевшее магнитное поле тогда обрушился ливень из летящих с околосветовой скоростью заряженных частиц. Многие исследователи полагают, что та смена магнитных полюсов и, как следствие, расстройка защиты от космического излучения могла ударить глобально по климату планеты. С этим у некоторых ученых связывают вымирание мамонтов и неандертальцев. Сегодня мы подготовлены получше, но знаем немногим больше, чем они, о том, как это происходит. Мы пытаемся вычислить, когда точно ждать следующей смены полюсов. И вот новое исследование немного обнадеживает. Оно говорит, что когда жахнет, мы не знаем, но точно не в ближайшие несколько веков. Авторы построили самую полную на сегодня модель магнитного поля, учли, что достоверно известно о его изменениях в прошлом и пришли к этому выводу. Заодно предсказали, что южноатлантическая магнитная аномалия рассосется уже в течение ближайших 300 лет. Но как именно это работает, мы все еще не понимаем, судим лишь по тому, что видим снаружи. Вопрос, как генерируется магнитное поле Земли, это сейчас вопрос номер один в физике нашей планеты. Все основные модели сводятся к одной общей идее. Глубоко внутри работает огромная природная динамомашина, то есть нечто преобразует энергию движения в энергию магнитного поля. Ключевая здесь гипотеза жидкого ядра. Слой из расплавленного железа, никеля и примесей по мелочи. Этот слой называют внешним ядром. Он толщиной больше 2000 километров и находится, согласно современным моделям Земли, между твердой сердцевиной, внутренним ядром и вязкой мантией. Предполагается, что этот слой раскален из-за распада радиоактивных элементов, будто там ядерный реактор, и поэтому остается в расплавленном маловязком состоянии, в отличие от мантии. В результате жидкий металл, когда погорячее поднимается наружу, а чуть подостыл, опускается внутрь. И это бурное движение производит электрические токи. Вот они-то, как считается, и есть источник магнитного поля, и ему все живое обязаны такой защиты от космического излучения. Сейчас исследователи строят большую установку под названием Дрезден, это такое сокращение, а не название города, где попытаются воспроизвести условия земного ядра и породить токи одним только движением. Для этого будут вращать 12 тонн жидкого натрия, а он хорошо проводит ток. Причем цилиндр и постамент будут вращаться одновременно и по-разному, каждый на своей оси, что и должно воссоздать в точности потоки жидкости и динамоэффект. Другим же исследователям понадобились атомные взрывы, чтобы попытаться раскрыть другую загадку нашей планеты. Почему на Земле постоянно колеблется продолжительность суток? И речь не о том, что вы могли запомнить по энциклопедиям или документалкам, что сутки становятся длиннее. Еще полтора миллиарда лет назад в них было всего 18 часов, но вращение Земли вокруг своей оси замедляется, поэтому теперь у нас 24 часа. Сегодня же есть такая организация, Международная служба вращения Земли, и она внимательно следит, чтобы календарные сутки не расходились солнечными, а для равновесия прибавляет иногда по одной секунде в год. 30 июня или 31 декабря после 23 часов 59 минут 59 секунд наступает не полночь, а 60 секунда, и только после нее ударяет 0,0,0,0,0,0. Эта лишняя секунда называется високосной, но она не регулярная, как високосные годы. Мы уже заранее знаем, когда в феврале будет на один день больше, чем обычно. Високосная же секунда вводится каждый раз вручную по итогам измерений и расчетов. Последний раз такое делали в 2016 году. Так вот, загадка не в том, почему приходится добавлять секунды. Это мы как раз сегодня хорошо понимаем. Напомню, вращение Земли — это движение, которое осталось со времен ее зарождения из облаков газа и пыли. Нет трений и тому подобных помех, как у волчка на столе. Хочешь крутись вечно. Но у нас есть Луна, и она время от времени сближается с нами. Это порождает у нас здесь приливную силу. Луна притягивает все подряд, а не только воду, как принято считать было в древности. Вся планета немного деформируется, образуется то, что ученые называют приливными горбами. На экваторе планета прибавляет аж до полуметра. В итоге наш шар, а точнее геоид, немного теряет исходного вращательного момента, как фигуристка, которая выпускает руки в стороны, чтобы замедлиться. Но это не объясняет загадочных колебаний в сутках. Каждый без малого шесть лет то прибавляется, то убавляется по миллисекунде туда-сюда. И вот новое исследование объясняет эту странность поведением ядра Земли. Не внешнего, которое жидкое, а внутреннего, которое твердое. Оно тоже вращается со своей скоростью. И после открытия середины 90-х считалось, что оно делает это быстрее поверхности. Эдакий волчок в волчке, который скрутится быстрее, чем внешний волчок. Но принятые модели, похоже, ошибались. Ядро не просто вращается, оно постоянно меняет скорость вращения. Как дети на карусели. Раскрутились, а потом кружатся, и скорость падает, а потом снова поддают. Вот так и здесь. Каждые шесть лет ядро будто бы поддает. То оно чуть быстрее поверхности вращается, то немного отстает, то потом снова начинает ускоряться. Интересно, что впервые все эти неточности во вращении Земли смогли заметить лишь с изобретением атомных часов в 50-е годы. Это было порождением технологии эпохи атомной бомбы. А взрывы атомных бомб еще тех лет помогли исследователям сегодня вычислить это странное поведение ядра. Наблюдать его мы не можем напрямую, поэтому используют лучший инструмент для сканирования нутропланеты землетрясения. Они как эхолокация у летучих мышей. Колебания волнами расходятся, отражаются, и мы получаем картинку, недоступной глазам реальности. Но если у естественных землетрясений мы не всегда точно знаем эпицентр, и сами эти волны хаотичные порождают вторичные, третичные колебания, а это все делает картинку очень и очень размытой, то с атомными взрывами все намного интереснее. Ведь они вызывают достаточно мощные сейсмические колебания, чтобы ими как бы сканировать начинку Земли. Потому что они как вписк летучих мышей. Их источник известен, а сам он более-менее однороден, не переходит на хрип или кашель. И значит, получаются волны, по которым мы можем составить максимально точную картину. Что и сделали исследователи в новой работе. Они использовали сейсмические данные американских военных об испытаниях советских атомных бомб. США внимательно следили за ядерными телодвижениями своего геополитического противника, поэтому данные собирались очень богатые в течение многих лет. Так геофизики сегодня отследили изменения во вращении внутреннего ядра Земли. Но из-за этого ли ускорение и замедление ядра у нас лишние миллисекунды в сутках появляются, каждые шесть лет? Это большой вопрос. Вернее, это гипотеза, а не доказанный факт. Ученых убеждает удивительно точное совпадение между этими циклами. Смена происходит одновременно. Когда ядро начинает опережать поверхность, тогда ей прибавляется миллисекунда. Однако же это нельзя считать доказательством. Такую связь между явлениями в науке принято называть корреляцией. За то, что точно можно сказать, Земля нас еще не один раз удивит тем, как она устроена. И что-то из того, что казалось давно привычным и понятным по школьным учебникам, книгам и документалкам, еще может нас удивить новыми поворотами в сюжете. Поэтому я и делаю пушку, чтобы не пропустить такое самому и делиться с вами. А сейчас минута для благодарности. Потому что во многом благодаря вашей поддержке здесь, с помощью этой кнопки на Ютубе или на Бусти, или на Патреоне, мы продолжаем выпускать ролики. Спасибо всем, кто поддерживает просмотром, лайком и подпиской. Спасибо за помощь и поддержку. А теперь продолжаем. Присмотритесь. Скорее всего, вы увидите, будто это черное пятно движется, становится темнее или расползается. Хотя картинка не меняется никак. И это одна из тех иллюзий, что не для развлечения, а для открытий. Она помогла исследователям понять кое-что новое и удивительное про наш мозг и его работу. Меры ученые показывали картинку 50 мужчинам и женщинам с абсолютно здоровыми глазами и без проблем со зрением. А с помощью инфракрасного трекера глаз следили за реакциями подопытных. На некоторых иллюзия не действовала никак, даже слабо. Но у других появилась закономерность. Чем сильнее казалось, что пятно на картинке активно, тем больше расширялся зрачок. Словно мозг по одному из базовых алгоритмов готовился к тому, что тьма окружит человека, и надо приготовиться распознавать объекты в темноте, а значит раскрыть зрачок для ловли света побольше. Этот эффект от иллюзии стал неожиданностью для исследователей, потому что с точки зрения физиологии для зрачка в этой ситуации ничего не происходит. Освещенность не меняется объективно, чтобы он как положено реагировал на физиологическом уровне. Тогда ученые предположили, что перепады черного цвета от центра к краям заставляют наблюдателя воспринимать увиденное как вход в тоннель или дыру. Получается физиологическая реакция. Это не результат реальности, не результат воздействия стимулов внешних, а следствие того, как ее, эту реальность, интерпретирует наш мозг. Это уже не просто обман восприятия, обычный случай с иллюзиями, это уже восприятие заставляет по-своему работать физиологию тела на самом базовом уровне. Нельзя сказать, что подобная совсем уж неожиданность. Врачи, например, знают, что моральный дух тяжелых пациентов может повышать шансы на их выживаемость, то есть особый настрой может помогать телу. Но как работают эти механизмы, мы еще не понимаем. Поэтому тем, кто говорит в таких случаях про космические энергии или что-то в этом духе, мы пока внятно объяснить эти связи на уровне физиологии не можем. И вот такие исследования, как с этой иллюзией, позволяют приоткрывать мистическую завесу и уже по-научному погружаться в вопрос. И загадки. Сегодня от одного из самых известных в мире авторов головоломок и задач украинского математика Сергея Грабарчука. Это он придумал, может, вы встречали, логическую игру под названием «стрымка» на основе латинских квадратов математика 18 века Эйлера. Правила очень простые. Нужно заполнить ячейки числами так, чтобы ни в ряду, ни став цены в цепочке, они не повторялись. Теперь с Сергеем уже вся семья придумывает все новые и новые загадки, которые получает международное признание за изящество, оригинальность и увлекательность. Грабарчуки выкладывают бесплатно, много и регулярно их на своем сайте. И вот некоторые из отборных задачек. Какая цифра должна быть на месте вопросительного знака? Какая сцепка колец отличается от других? Тут у нас змейки, в каждой из которых по 11 кубиков. Покажите, какая из змеек неправильная? Немного арифметического кроссфорда. Число есть только в одной из клеток. Надо заполнить остальные клетки так, чтобы все равенства были верными. И последнее. Особенно люблю такие совсем простые, но заставляющие подвиснуть. Перед нами два ряда странных фигур. Какая фигура должна быть на месте вопросительного знака? На выбор три варианта ответа. Приятно поломать голову. С вами был Влад, это SciOne. Мирного всем нам неба и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!